Сегодня у нас модно говорить об эмоциях. Говорят, эмоции – это очень важная часть нашего взаимодействия, нашей коммуникации, нашей жизни. И очень много молодых и красивых, особенно девушек. Хотя в последнее время юноши тоже этим грешат. Говорят, вот я такая, я вся вышла из трамвая, как я могу? А он вот такой козел. Либо мужчины рассказывают, что вот я все для нее, а она вот дура, не понимает, она там… И все это идет на эмоциональной такой части. И человек потом мне пишет, говорит, мне не помогает ни радикальное прощение, ни практика зеркала, ни легализация чувств. Вот я вот вся такая, и мне ничего не помогает. Сегодня практика, даже, наверное, не практика, а просто образ, который поможет вам выключать эмоции в те моменты, когда вы их перестаете контролировать. Просто образ. Но этот образ, он подтвержден, ну, определенной теорией, да? В нашем случае еще и многолетней практикой. Что такое эмоция? Эмоция – это отработанная часть после чувств. Чувства – это то, как живет и дышит душа, да? А эмоции я называю экскрементом души, да? А теперь давайте вот этот образ. Есть ли эмоции? Это выделительная часть нашей души. Давайте мы совместим с образом в физическом плане, да? Вот вы общаетесь с человеком и эмоционируете. Вам захотелось на него накричать, оскорбить, рассказать, какой он козел. Ну, конечно, можно воспользоваться практикой мобильного телефона. Все это накричать в свой мобильный телефон. Выключить и через полчаса взять, включить и послушать. Ведь это все на самом деле эмоционируете и кричите. Вы себе, не кому-то. Вы с собой разговариваете таким образом. Эмоции человек выделяет для себя, а не для другого. Но направляет на другого. Поэтому можно воспользоваться мобильным телефоном и послушать, что вы себе родной, любимой говорите. Но не все люди до этого доходят. Как же я буду тратить время на мобильный телефон? Тогда еще проще. Тогда представьте, если там выделительная система души, да, с эмоциями связанная, то в физическом мире выделительная система как проявлена? Правильно. Сиками, каками, пуками, да? Вот представьте, что вы просто пердите в лицо своему партнеру. Пердите громко и при этом разбрызгивая какашки. И вы ожидаете, что он сейчас такой классный, весь в вашем говне, скажет, я люблю тебя, дорогая. Как вы думаете, это ожидание напрасно или нет? Вот зафиксируйте этот образ у себя в сознании, милые дамы, милые мужчины. Если в очередной раз вам захочется накричать на своего партнера, обидеть, унизить, оскорбить и так далее, просто наложите этот образ. Вы сейчас срете ему в лицо. И если у вас это дело зафиксируется, то каждый раз перед тем, как выделить очередную порцию эмоций, у вас будет включаться этот образ, вы будете говорить себе, стоп, я пойду легализую свои чувства, я проговорю все, что я чувствую, я уберу это из жизни. А с тобой мы поговорим в полном равновесии и спокойствии. И когда вы будете в балансе, в балансе любви, подойдете к своему партнеру, сядете за стол переговоров, вы сможете договориться о чем угодно. В этом отличие людей от животных, они могут договариваться, у них есть речевой аппарат. А гавкают и орут и коты, и собаки, и все остальные. Поэтому каждый раз перед тем, как выделить эмоцию, вспомните о том, что вы будете сейчас выделять экскременты в лицо своего партнера. Остановитесь и воспользуйтесь либо услугами мобильного телефона и практикой, я поговорю сам с собой по своему мобильнику, либо же легализацией чувств, либо практикой зеркала, либо радикальным прощением. Представляете, инструментов много, можно воспользоваться любым. Главное вовремя сказать себе стоп. Продолжение следует...